Всем привет! Сегодня я хочу рассказать про эмиграцию на данный момент, как сейчас обстоят дела с визами, с переездом, потому что это самый часто задаваемый вопрос в моем блоге. Значит, по поводу... Есть два варианта переехать, я не говорю замужество, бизнес-виза, я про это ничего не знаю, про это я не могу вам рассказать. Про туристические визы скажу одно. Для того, чтобы сейчас получить туристическую визу, это непростой процесс, как я понимаю, что выдают только в Польше. Но еще где-то в Европе, но в Европу особо тоже не попасть. И еще такой немаловажный момент, что много отказов. Когда мы получали свою первую туристическую визу, у нас их было 4, у нас была хорошая история, так скажем, поездок по всему миру. И мне кажется, благодаря этому нам дали первую туристическую визу в США. Дали нам ее на 3 года, и потом мы продлевали там 1, 2, 3, 4. На данный момент мне писали люди, у которых есть отказ. Если у вас есть отказ, то она вряд ли вы получите. Но люди хотят переехать в США, и я расскажу, как сейчас это возможно. И, соответственно, сейчас гораздо сложнее получить визу, чем в то время, когда получали ее. Вся информация, которую я сейчас расскажу, я ее знаю на 98-99%, потому что я не уверена на ней 100%, потому что это не я проходила весь этот путь. Это вот люди, которые в ближайшие 2 месяца оказались на территории США. Я лично знаю их. Я с кем-то разговаривала. Кто-то проходил полгода назад. То есть это более-менее свежая, достоверная информация. Сейчас можно прийти, попасть в США, если у вас нет визы. Конечно, это остается только Мексика. Как получить визу в Мексику? Она оформляется электронно, буквально за 3 минуты. Она абсолютно вроде даже бесплатная. Потом покупается тур в Мексику. Желательно, чтобы это был именно туристический тур. То есть вы покупаете пакетный тур, прилетаете в Канкун, например, а дальше вы переезжаете в другой город, в Тихуану. Либо вы можете сами купить билеты, купить гостиницу, но рассказывает о том, что непосредственно в Канкуне уже часто встречается такой момент, что людей не пускают. Там пограничники знают, что многие едут транзитом через Канкун в Америку, и они тоже как бы пытаются пресечь такой проход. Что делать категорически нельзя? Нельзя с собой в чемодан брать кучу документов, кучу фотографий. То есть у вас должен быть именно туристический чемодан. Полгода назад так развернули сестру нашего знакомого. Она с семьей, с ребенком ехала. Они ехали в Канкун, у них был пакетный тур. Пограничники попросили досмотреть их багаж. Они увидели там документы, дипломы, которые на территории Америки никому не нужны. Также они увидели кучу фотографий. Я понимаю, что это память, но это потом можно все отправить почтой. Мы когда переехали сюда, мы вообще отправляли контейнер с нашими вещами. Значит, вы берете с собой все необходимые вещи. Из документов вам нужен, наверное, нотариальный заверенный перевод свидетельства о рождении, свидетельства о браке. Сертификаты о прививках обязательно нужно взять, если у вас есть дети. Вы купили тур в Мексику. Вылетели там из России, Украины, Белоруссии, неважно. Прилетаете в Канкун, там какое-то время вы отдыхаете. Потом оттуда люди покупают билеты в Тихуану. Прилетают в Тихуану. Еще по поводу Тихуана. Есть такой момент, что рассказывают, там пограничники тоже могут вам пристать, куда вы едете, что вы едете. Я слышала разные варианты, кто дает 300-500 долларов взятку, кто исследует какие-то мероприятия в Тихуане или в городах, которые рядом. Еще вариант, что люди бронируют машину и говорят, что они едут по побережью обратно в Канкун, возвращаются таким образом, едут путешествовать. Такое тоже я слышала. Когда вы прилетели в Тихуану, там покупают машину на маркетплейсе. Еще говорят, что покупают у таксистов, но больше рекомендуют покупать на маркетплейсе, потому что в Тихуане очень много журиков. Вообще в Мексике небезопасная страна, вы должны это понимать. Советы по поводу покупки машин. Машину лучше покупать тонированную. Рассказываю случай, который произошел, буквально он самый свежий. Есть телеграм-каналы про Мексику, и там очень много полезной информации. Там можно найти людей-попутчиков, с кем вы купите машину, у кого-то не хватает денег, кто-то просто боится. Значит, есть такой момент, что люди проезжают не с первого раза. То есть, например, недавно ребята купили машину, заехали на территорию. Их было 5 человек. Они сели в машину, машина была не тонированная. 2 человека спереди, 3 сзади. Пограничник засомневался, потому что понимает, что вы ни на мексиканцев, ни на американцев не очень похожи. Они подходят, машину разворачивают, вас не пускают. Дальше ребята разделились и поехали уже в следующий раз. Один человек спереди, чтобы это не вызывало сомнений. Два человека сзади. То есть, набивать целиком машину, есть вероятность, что вас развернут. Проехать сейчас можно только на машине. Пешком пройти границу нельзя. Раньше проходили пешком, записывались какие-то очереди, ждали на территории Мексики. Когда подойдет очередь, сейчас из-за ковида пешеходная очередь закрыта. Рассказывают также, что люди попадают не сразу. Например, кого-то первый раз развернули, кого-то второй раз развернули. Кто-то проезжает на третий раз, но суть в том, что люди проезжают. Это самое важное. Они оказываются на территории Америки. Дальше. Вы проехали, грубо говоря, вы приехали на границу. Простите политическое убежище. Вас там, ну, не очень, так скажем, хорошо принимают. Потому что это все-таки вы нарушили канву типа закон. Приехали на границу без визы. Я уже рассказывала о своем блоге в Инстаграме. У меня есть видео по иммиграции. Я знаю мамочку, которая проезжала на машине с двумя детьми, с двойняшками. Четыре года им было. На нее надели наручники при детях. Дети испугались. То есть, соответственно, вы должны подготовить своих детей к тому, что вы едете. Там будет приключение или еще что-то. Но это зависит от возраста. И вы сами знаете лучше своих детей. Но детей лучше подготавливать. Потому что там все равно... Там, конечно, ничего страшного. Я не думаю, что там прям что-то совсем очень страшное. Но тем не менее. Вы попадаете в этот иммиграционный блок. Сейчас говорят по-разному. Что кто-то может там пробыть сутки-двое. Но также говорят, что кто-то там 5 дней, 6 дней лучше готовится к дольщему. Ну, слава богу, если вас пропустят быстро. Что там происходит? Там обыскивают. Деньги говорят, что отдают вам. То есть, деньги у вас всегда при себе. Я еще расскажу про деньги. Как везти. Как люди везут деньги. Потом они рассказывают, что допрос проходит ночью. То есть, вы должны, когда вы приезжаете, вы, соответственно, должны действительно понимать, что у вас будет допрос. Вам нужно офицеров убедить в том, что у вас есть опасность в вашей стране. Что вы не просто так приехали. Также рассказывают, что есть люди, которых депортируют. Это те люди, которые, может быть, не смогли доказать то, что им действительно угрожает опасность. Или рассказывают, что там кто-то бежит, кто-то сбивает этих пограничников. Кто кого-то не пускает, он там бежит на пролом. То есть, ну, люди по-разному действительно прорываются в Америку. И, конечно, мужчины, которые одни, им гораздо проще. А кто с семьями, им гораздо сложнее. То есть, люди проезжают границу Мексики разными способами. Кто-то на пролом, кто-то так сдается. Ну, и вот, грубо говоря, если вы пришли просить помощи у Америки, вам нужно вести себя очень достойно. По питанию. Питание. Детей там кормят перекусами, хлопьями, молоком. Ну, какими-то такими простыми вещами. Но говорят, что детей там никто не обижает и кормят по требованию. Взрослых кормят каким-то буррито. Но говорят, что там есть особо не хочется, там не до еды. Также говорят, что нужно обязательно очень тепло одеваться, что там холодно. Если все хорошо, то вам выдают какие-то документы, с которыми вас выпускают уже на территорию США. Вы едете в гостиницу, сдаете там, ну, вроде бы, один или два теста на COVID. Если COVID-19 нет, вас выпускают. Самый важный момент. Это момент поручителя. То есть вам нужен поручитель на территории США. Это либо держатель грин-карты, либо это гражданин США. Поручители ищут, я знаю, что на Фейсбуке. Опять же, вот в этих телеграм-каналах тоже ищут поручителя. По поводу денег, как вести деньги. Деньги везут все по-разному. В основном все везут наличкой и на карточку. Значит, что бы я посоветовала, в принципе, когда вы уезжаете из России на такой долгий период, это открыть валютный счет и оставить на кого-то из родственников доверенность, чтобы, если вдруг что, за вас могли получить эту карточку и вам ее прислать. Это лишним не будет. Люди везут наличкой, потому что наличка нужна, и везут на картах. Снять деньги в Америке нет абсолютно никакой проблемы. 2-3 доллара я плачу вроде за снятие тысячи долларов. Также вы должны понимать, что когда вы уезжаете по политическому убежищу из России, Белоруссии и Украины, вы туда очень долго не сможете уехать. Вам нужно пройти там все интервью, суды, получить грин-карту, и только тогда вы сможете уезжать за территорию Америки. Для своей страны лучше не уезжать до получения гражданства. На сегодняшний день ситуация такая. Пишите вопросы, задавайте. Я это... Вот у меня спрашивали, я по максимуму собрала информацию и вам рассказала. Но если у вас есть вопросы какие-то, что нужно еще узнать, распознать. Даже если я сама не знаю, я постараюсь собрать по максимуму информацию и рассказать вам в следующем видео. Все, спасибо большое. Пока-пока.